Издательство Эксмо. Луиза Хэй. Живи позитивом. Живые аффирмации и полезные упражнения. Читает Ольга Салем. Жизненные установки подобны семенам в почве. Сначала они набухают, затем пускают корни, потом прорываются на свободу, прорастая. Чтобы из крохотного зернышка выросло большое растение, нужно время. Так же и с жизненными установками, аффирмациями. С момента первого их произнесения до проявления в жизни проходит определенное время. Проявите терпение. Луиза Хэй. Глава первая. Введение. Добро пожаловать в мир жизнеутверждающих аффирмаций. Решив применить представленные в этой аудиокниге психологические инструменты, вы приняли осознанное решение исцелить собственную жизнь и продвинуться вперед по пути позитивных перемен. И время для этих перемен настало сейчас. Нет ничего лучше, чем взять свои мысли под контроль прямо с этого мгновения. Присоединяйтесь к бесчисленному множеству людей, которые изменили свою жизнь к лучшему, делая то, что я предлагаю в этой аудиокниге. Применять жизнеутверждающие аффирмации совсем нетрудно. Это может даже доставлять радость, когда вы сбрасываете с себя бремя негативных верований и отправляете их в небытие, из которого они и пришли к вам. Если мы негативно воспринимаем нашу жизнь или самих себя, это отнюдь не значит, что это истина в последней инстанции. В детстве мы часто слышим плохое о себе и о жизни вообще, и воспринимаем это как правдивые утверждения. И вот теперь мы проанализируем то, во что верили, и примем решение. Либо придерживаться этих взглядов, потому что они нам помогают жить или делают нашу жизнь радостнее и полноценнее. Либо решимся отказаться от них. Мне нравится представлять, будто бы я бросаю старые убеждения в речной поток. Они плавно уносятся вниз по течению реки, растворяясь вдали, чтобы никогда больше не возвращаться. Добро пожаловать в мой сад жизни. Сажайте там новые мысли и идеи, прекрасные и плодотворные. Жизнь вас лелеет и заслуживает самого лучшего. Жизнь хочет, чтобы в душе и в голове у вас воцарились умиротворения, радость, уверенность в своих силах, ощущение самодостаточности и любви к себе. Вы заслуживаете чувство непринужденности в общении с каждым человеком, заслуживаете хорошей участи. Так позвольте мне помочь вам прорастить семена этих идей в вашем новом саду. Вы можете ухаживать за ними, пестовать их, наблюдать за их ростом, превращением в прекрасные цветы и спелые плоды, которые, в свою очередь, будут скрашивать вашу жизнь и подпитывать вас духовно до конца ваших дней. В этой аудиокниге я предлагаю вам еще больше полезной информации относительно жизнеутверждающих аффирмаций. Они применимы практически в любой области нашей жизни. Постарайтесь по возможности повторять аффирмации в любое время дня и ночи. Когда вам захочется приобщиться к позитивному мышлению, дайте этим аффирмациям проникнуть к вам в сознание. Позвольте им напитать вас надеждой и радостью. Глава 2. Что такое аффирмации? Для тех из вас, кто не знаком с позитивными аффирмациями и никогда с ними не работал, я хотела бы немного пояснить, что это, собственно, такое и как все это работает. Это очень просто. Аффирмация — это любая мысль или утверждение. Люди обычно слишком часто говорят и думают плохо, их мысли и слова пронизаны негативом. Из этого не может родиться положительный опыт. Вам нужно постараться настроить восприятие и мысли на положительный лад, разумеется, если вам хочется исцелить собственную жизнь. Ключом от двери в радостную жизнь и служат позитивные аффирмации. И это — начальная точка на пути к позитивным переменам. Главное в том, что вы словно приказываете своему подсознанию. Я принимаю на себя ответственность. Я понимаю, что многое нужно изменить. Когда я говорю о применении аффирмаций, я имею в виду, что сознательно следует подбирать слова, которые либо помогут избавиться от чего-то негативного, либо позволят создать нечто новое в вашей жизни. Любое произнесенное слово или любая мысль — это и есть утверждение или аффирмации. Ваш внутренний диалог с самим собой, самовыражение, произнесение вслух собственных мыслей — это и есть поток утверждений. Вольно или невольно, вы ежесекундно применяете или даете себе аффирмации. Вы делаете жизнеутверждающие заявления для самого себя, созидая новый жизненный опыт каждыми словом или мыслью. Ваши убеждения — это всего лишь привычные мысленные трафареты, которые вы усвоили еще будучи ребенком. Многие из них являются чрезвычайно продуктивными именно для вас. Другие же, вероятно, ограничивают возможность созидать желаемое. А желаемое и то, чего вы заслуживаете, не исключено отнюдь ни одно и то же. Они могут различаться, как небо и земля. Вам следует обращать внимание на свои мысли и потом начать избавляться от негативных, привносящих в вашу жизнь нежелательный отрицательный опыт, которому не место в ней. Пожалуйста, помните, что любая жалоба — это тоже аффирмация, касающаяся чего-то нежелательного для вас. Вы считаете, что это вам не нужно. Когда злитесь, то тем самым подтверждаете, что вам нужна злость в жизни. Стоит вам почувствовать себя жертвой, тем самым вы даете себе аффирмации и впредь ощущать себя таковой. Едва вы почувствуете, что вас жизнь чем-то обделила, и тогда вам никогда не суждено получить то благо, которым обладают другие. И так будет продолжаться, пока не начнете думать иначе и говорить по-другому. Если вы мыслите так, а не иначе, это отнюдь не значит, что вы плохой человек. Вы просто никогда не учились верно думать и говорить. Во всем мире люди только сейчас начинают понимать, что мысль материальна. Вероятно, ваши родители об этом даже не подозревали, поэтому они и вас не могли научить ничему подобному. Они учили вас смотреть на эту жизнь так, как их, наверное, учили их родители. Нельзя сказать, что кто-то из них был неправ или ошибался. Однако вам уже пора пробудиться ото сна и начать сознательно созидать свою жизнь так, чтобы испытывать радость и чтобы все вам было в помощь. Вам это по силам, мне это по плечу, нам всем это по плечу. Только нужно знать, как это делается. Так давайте сделаем это. Вся аудиокнига посвящена обсуждению таких сложных и сугубо специфических вещей и проблем, как здоровье, отрицательные эмоции и страх, критическое мышление, болезненные пристрастия, прощение, работа, деньги, процветание и благосостояние, дружба, любовь, интимные отношения и старость. Я дам вам упражнения, с помощью которых можно будет добиться позитивных перемен во всех этих областях. Некоторые люди убеждены, что аффирмации не работают, они бесполезны, что само по себе служит определенной аффирмацией. Это на самом деле только значит, что они всего лишь не знают, как их нужно правильно применять. Они могут повторять «моё благосостояние всё время растёт», но при этом думают «это чудовищная глупость». Уверен, это никогда не сработает. И как полагаете, какая из аффирмаций возобладает? Разумеется, негативная. Потому что она является составной частью привычного отрицательного и мрачного взгляда на жизнь. Порой люди произносят аффирмации разочек в день, а остальное время ноют и жалуются. В таком случае потребуется много времени, чтобы аффирмации действительно начали давать эффект. Нытьё и негативные утверждения всегда преобладают, одерживают верх просто потому, что их больше. Их обычно произносят прочувствованно, с большой силой убеждённости. Однако произнесение самих аффирмаций – это лишь часть всего процесса. Значительно важнее, чем вы заняты остальную часть дня и ночи. Секрет быстродействия и последовательности оптимистических утверждений кроется в создании особой атмосферы, в которой они могут появиться. Аффирмации сродни семенам в почве, плохая, бедная почва – плохие всходы, богатая почва – буйные всходы. Чем больше самоутверждающих мыслей вы выбираете, тем больше вероятность, что аффирмации сработают. Старайтесь думать о хорошем. Вот так всё просто и достижимо. То, какие мысли вы выбираете вот в этот самый момент, как думаете, таков ваш выбор. Вероятно, вам и не вдомёк, что перемены происходят, потому что вы привыкли думать иначе. Но именно в этом и состоит ваш выбор. Сейчас, сегодня, в данный момент, вы можете сделать выбор и изменить образ мыслей, начать думать позитивно. Ваша жизнь не изменится в один присест, но если быть последовательным, сознательно выбрать ежедневное повторение позитивных аффирмаций, которые заряжают вас оптимизмом, то у вас получится к лучшему изменить все стороны жизни. Формулировка аффирмаций Формулировка аффирмаций предполагает сознательный выбор в пользу определённых мыслей, способных принести в будущем позитивные плоды. Они создают исходные посылы, которые закладывают основы для положительных изменений мышления. Конструктивные и позитивные утверждения выходят за грани нынешней реальности, созидая будущее посредством слов, которыми вы пользуетесь в настоящем. Повторяя, что вы очень состоятельны, необязательно иметь много денег на банковском счёте в момент произнесения этого утверждения. Но говоря это, вы тем самым закладываете камень своего будущего финансового благополучия. И каждый раз, повторяя это, вы поливаете посеянные семена веры в грядущие благосостояния, которые посеяло ваше сознание в атмосфере оптимизма. Именно поэтому атмосфера сознания и должна быть как можно радостнее и позитивнее. Сходы появляются намного быстрее в атмосфере благожелательности, в богатой, плодородной почве. Очень важно всегда произносить позитивные аффирмации в настоящем времени, без сокращений. Хотя в книгах я постоянно пользуюсь сокращениями, но в позитивных аффирмациях их избегаю, чтобы не снижать действенность этих утверждений. Например, наиболее типичные аффирмации начинаются со слов «я уже» или «у меня есть». Если сказать «я буду» или «у меня будет», тогда все действие аффирмации мысленно отсрочивается на неопределенное время. Вселенная воспринимает ваши мысли и слова слишком медленно и дает вам желаемое, ориентируясь на сказанное вами самими. Всегда. Вот еще одна причина поддерживать оптимистическое восприятие действительности, радостную ментальную атмосферу. Легче мыслить позитивными утверждениями, когда вам хорошо. Следует думать вот как. Каждая мысль имеет значение и ценность. Так не тратьте их попусту. Любая положительная мысль привносит позитив в вашу жизнь. Любая негативная отдаляет счастье. Она делает его просто недоступным. Сколько раз вам доводилось почти поймать удачу или успех за хвост, и потом она вдруг словно жар птица вырывалась из рук. Если вспомнить, какой в тот самый раз была ментальная атмосфера, вы получите ответ на этот вопрос. Слишком много негативных мыслей воздвигают барьер для позитивных утверждений. Если сказать «не хочу больше болеть», это не послужит аффирмацией на крепкое здоровье. Вам следует конкретизировать собственные желания и сказать «я хочу быть совершенно здоровым именно сейчас». Нельзя получить новую замечательную машину, просто произнеся «ненавижу эту старую развалюху на колесах», ведь вы не сказали ничего конкретного. Даже получив новую машину, не исключено, что вы вскоре возненавидите ее, как и прежнюю, ведь аффирмация дана именно на это. Следует сказать вот что. «У меня отличная новехонькая машина, которой я совершенно доволен». Вам наверняка доводилось слышать, что люди говорят «жизнь полный отстой». И это действительно ужасное утверждение. Представляете, какие события начнут происходить в вашей жизни после такой аффирмации? Ведь это не жизнь полный отстой, а ваши мысли о ней полный отстой. Подобные мысли сильно ухудшают самочувствие. А при ужасном самочувствии ничего путного в жизни случиться не может. Не тратьте время попусту, перечисляя ваши недостатки и невозможность хорошего в жизни. Не твердите об отсутствии близких людей, проблемах, болезнях, бедностей и прочем. Чем больше говорите о проблеме, тем больше она усугубляется. Не вините окружающих за неудачи в вашей жизни. Это совершенно неконструктивно, трата времени и больше ничего. Помните, на вас распространяется действие закона «эффекта сознания», когда собственными мыслями вы способны накликать беду в свою жизнь. А теперь давайте поговорим конкретнее. Примечания автора. Все упражнения, о которых я буду говорить далее, нужно выполнять на отдельном листе бумаги. Поэтому подготовьте заранее то, на чем будете писать, и ручку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!